Николай Статкевич находится в тюремной больнице. Сергея Спальша намеренно и планомерно прессуют в колонии. Андрея Хренкова точно так же прессуют в крытой тюрьме города Могилёва. Это только часть из тех сведений, которые мы получили вчера. Вчера, 23 ноября, в своём фейсбуке Марина Адамович, жена Николая Викторовича Статкевича, сообщила о том, что к нему не пустили адвоката, мотивируя это тем, что он лежит в тюремной больнице с тяжёлой пневмонией. До этого она получила письмо от Николая Статкевича 10 ноября, где он говорил, что его вызывают на комиссию, то есть ему грозит ШИЗО. ШИЗО – это минимум 10 суток. При этом он уже тогда писал, что чувствовал недомогание и был болен. За время заключения Николай Статкевич перенёс три тяжёлых ковида. При этом он попеременно находится то в ШИЗО, то в карцере, то в одиночной камере. Условия очень тяжёлые, потому что это тюрьма для особо опасных преступников, тех, кто приговорён к смертной казни или к пожизненному заключению. Также вчера родственники одного из политзаключённых, который отбывает наказание волчьих норок в колонии Вывоцевича, где сейчас находится генеральный секретарь нашей партии, ближайший соратник Николая Статкевича Сергей Спариж, что на него оказывается давление. Давление, подобное которому оказывалось на убитого в колонии в прошлом году Витольда Ашурка. Люди, которые работают на администрацию, провоцируют Сергея на различные действия, которые угрожают его здоровью и жизни. Сергея Спарыша лишили даже переписки с матерью, и сейчас он практически находится в полном информационном вакууме. К сожалению, из-за соучастия Лукашенко в преступной войне политзаключённые полностью ушли из информационного пространства. Тюремная система, полностью подконтрольная узурпатору, системно уничтожает тысячи беззащитных, невинных людей в самом центре Европы. Наша партия с самого начала войны поддерживала и поддерживает Украину в её борьбе против российской оккупации. С самого начала войны ближайший соратник Николая Статкевича и Сергея Спарыша, член президиума Валентин Троцкий с позывным «Кинг» воюют в Украине. Также в составе полка Кастуся-Калиновского и других белорусских подразделений воюют и другие наши товарищи. Мы считаем, что нельзя, чтобы судьба белорусских политзаключённых уходила из информационного пространства. Нельзя позволить Лукашенко уничтожать людей только за то, что они хотели соблюдения своих конституционных прав. Мы обращаемся к лидерам социал-демократических и демократических партий, к спецдокладчикам по правам человека Евросоюза и ООН, о поддержке наших товарищей и всех политзаключённых Беларуси. Мы просим об огласке и международной поддержке беззащитных людей, которые могут не дожить до своего освобождения, потому что к ним применяется тактика направленного геноцида. Мы также просим всех неравнодушных людей поддержать политзаключённых в белорусских тюрьмах, написать им письма, выйти на акции в своих городах, переслать это видео. Живей Беларусь! Слава Украине! Не забывайте поддерживать политзаключённых! Беларусь является членом ООН и подписалась под всеми декларациями, признаёт их выше закона. А в декларации ООН о правах человека нации сказано, что если правительство незаконное, если оно наносит вред народу, если оно не проводит честных выборов, народ имеет право его смести. ООН о правах! ООН — Зелёв –